В 6.30 утра я выехал, до 6.30 я все еще до работы, то есть 12 часов прошла После этого я сажусь в автобус, и в автобусе я снова работаю В крупных компаниях не работают по 12 часов Продавала себе биткоины по 16 тысяч, что мне кажется сейчас дислайк, отписка, не знаю, что там А промоушен, расскажи, как проходит он в Гугле Промоушен, компания Гугл, это боль Всем привет, добро пожаловать на канал ProBlogTV в Кремниевую долину Сейчас мы находимся в одном из кампусов Гугла И, естественно, со мной рядом сидит гуглер Хотелось бы уже перейти, наверное, к такой важной очень части, к собеседованию Ты уже здесь работаешь 3 года, естественно, ты проводишь технические собеседования Правильно? Я стараюсь избегать тех, кто я провожу А избегать почему? Просто потому что сейчас очень много работы И мне, у меня такая натура, наверное, как у всех Мне очень сложно делать то, что Мне, точнее, если у меня есть что-то, что мне очень нравится И что вот прямо прет, и вот есть варианты, как делать В данном случае это моя работа, мне повезло И все еще пока что везет, мне нравится И я это делаю, и когда мне надо сходить куда-то, провести собеседование Это надо куда-то идти, надо к нему подготовиться Надо председать режима кандидата, надо подготовить вопросы Надо прийти, послушать И самое главное, надо потом написать хороший фидбэк о кандидате Просто если я приду туда, в смысле, что А, да ну его, напишу тяп-ляп Никому от этого лучше не будет Ни мне, ни кандидату, ни компании Поэтому это занимает достаточно длительное время И если у меня есть такая возможность, я старался избегать И еще один важный фактор, просто я не чувствую себя на 100% уверенным в своем английском языке Потому что я не хочу, чтобы судьба кандидата зависела от того, что я плохо говорю по-английски Это будет достаточно неудобно Вот, поэтому я старался избегать Сейчас я везетных провожу, потому что это нужно Это важно в безусловной компании и всем вокруг Как выглядят технические собеседования? Я не буду повторять, у меня было достаточно много интервью, которые Я знаю, что у вас бывают там он-сайты, да? Но давай, может быть, на каком-то примере Может быть, у тебя есть там где-то в загашнике Какая-то задачка, которую ты иногда спрашиваешь Или, ну, приблизительно такого типа задачи, пример какой-то Я хочу сказать, что у меня были некоторые задачки, которые я спрашивал до этого Их на данный момент забанили просто, потому что их все знают В Гугле есть сайт, на котором можно посмотреть задачи, как собеседование И иногда некоторые задачи банят, потому что они попадают в открытый доступ И просто видно, что иногда кандидаты приходили И было видно, что человек просто очень хорошо подготовился И прорешал все задачи, и он прямо как пулемет решал все задачи То есть как пулемет решать задачи, это не есть хорошо для собеседов? Это хорошо, это хорошо, как бы я же не могу никак Мне кажется, но я никогда не смогу человека за руку поймать Но всегда лучше, если, возможно, вы знаете, как решать задачу на 100%. Я не могу этого советовать на 100%, но рекомендуется говорить кандидату, потому что говорить тому, кто вас собеседует, о том, что вы знаете задачу. Потому что просто вам какую-то другую задачу подсунули, и было проще понимать. Потому что когда человек решает задачу в лед, фактически пишет код без ошибок, и сразу видно, что возникают некоторые сомнения. И я начинаю утверждать себя мыслью, а может, кандидат знал эту задачу, либо он такой классный. Но вы можете вызвать на дополнительное интервью, если у тебя есть. Да, как бы решение так сяк принимается группой собеседующих, их там, в основном, 5-6 человек, и это коллективное решение. То есть это не хайринг коммитей? Окей, извините, решение принимает хайринг коммитей, но он принимает его на основе отчетов этих 5-6 человек, которые, соответственно, пишут какие-то отчеты. А хайринг коммитей — это просто обычно некоторые другие инженеры, которые просто не собеседовали конкретного кандидата, и они менее предвзяты. Вот. А задачек у меня хороших нет, потому что я сейчас сам спрашиваю какие-то очень тривиальные задачи в духе, я не знаю, переставив все гласные в строке, и чуть-чуть усложняю их, усложняю, и какие-то более сложные. Но я сейчас на самом деле ставлю цель проверить, как человек пишет просто простой код, и как он может оценить сложность этого простого кода. Буквально такой базовый абсолютно фильтр, потому что человек более-менее адекватен. Может человек перерывать гласные строки, опять же. Кажется очень просто, но иногда у некоторых людей возникают некоторые сложности с этим. Иногда люди предлагают какие-то очень классные решения, очень неочевидные решения даже для такой простой задачи, что может быть плюсом. Есть ли какие-то запреты на то, что можно спрашивать во время интервью, а чего нельзя? Мне кажется, это известный факт, что Google перестал спрашивать вопросы в духе, что делать, если бы вы уменьшились, то размеры песчинки попали в блендер, и сколько без более шаров поместится в микроавтобус. Такие задачи более-менее не спрашивают сейчас. То есть это называется басфит по-английски, это, видимо, всякие головоломки. Их стараются не спрашивать и просят не спрашивать. Потому что, как правило, они не сильно коррелируют с тем, как человек будет писать код в итоге. Что еще? Может быть... Рекомендуют? Нельзя... В основном важно спрашивать только технические моменты, и рекомендуют, и фактически, мне кажется, запрещают, спрашивают всякие вопросы в духе «откуда человек?» и так далее. Ну, кажется, логично, потому что человек пришел на техническое собеседование, почему я должен интересоваться, откуда он? Вот. Ну, такие личные вопросы из-за спрашивания блендера. Да. Предлагаю поговорить о тебе. Класс. Потому что ты работаешь в Гугле, ты пример для многих ребят, которые сейчас смотрят это интервью, надеюсь. И начнем, давай, с твоего распорядка дня. Я знаю, что ты живешь в Сан-Франциско. Да. А работаешь ты в долине. И приблизительное расстояние, если в часах, то около 40 минут-час, да, на дорогу? Это если очень хорошие моменты времени есть, то да. Хорошо. Ну, давай вот на твоем конкретном примере. Я могу рассказать, да. Мне... Во-первых, почему ты живешь в Сан-Франциско, а не здесь? Здесь жилье дешевле, здесь близко ездить. Жилье я не уверен. Местами дешевле, местами нет. Правда. С точки зрения мне... В какой-то момент показалось, что если я из Петербурга, я вырос в большом городе крупном, и долина мне показалась местом слегка скучным. И мне показалось, что здесь много чего есть, но обычно, может, я ошибаюсь, чтобы куда-то попасть, вам надо сесть в вашу машину и 20 минут куда-то ехать. Все есть, но надо куда-то ездить. В Сан-Франциско я могу выйти на улицу, пройти совсем недалеко и найти более-менее все, что мне надо. Не знаю, парикмахерскую, приятную кафе, приятную набережную, по которой приятно прогуляться и все прочее. И, в принципе, кажется, там больше жизни в Сан-Франциско. И это чисто подсознательное решение жить в большом крупном городе. Ну, а сейчас я думаю о том, чтобы переехать в долину. Ну, а ты встаешь во сколько? Во сколько ты встаешь? Сколько занимает времени? Это очень интересно. Я когда-то, когда учился в университете, я иногда не ходил на первую пару. Потому что я не мог вставать рано утром. Как и многие, я думаю, из нас. Но сейчас так получилось, что я встаю в 6 утра. Если мне рассказать это несколько лет назад, я бы не поверил. Где-то полчаса собираюсь, 6.30. Я сажусь на гугловый автобус, который, слава богу, очень близко от моего дома. Я буквально два квартала иду вниз горки, что, наверное, помогает мне идти на работу. Сажусь в гугловый автобус. Там я открываю ноутбук и уже могу что-то делать. У вас там работает Wi-Fi? Там есть Wi-Fi. Он не всегда шикарен, поэтому я обычно раздаю интернет со своего телефона. Он просто почему-то лучше. И он надежно лучше. Потому что в автобусе иногда лучше, иногда хуже. И начинаю что-то делать, читаю почту. Иногда программирую. У меня есть некоторый сетап, который позволяет мне подключиться к моему рабочему компьютеру и при этом иметь более-менее локальную копию кода, который я прямо сижу и редактирую в редакторе. Он автоматически попадает на мою рабочую машину, где я могу скомпилировать этот код, запустить и прогнать тест либо что-то еще. Потому что в случае хрома достаточно тяжко его компилировать, запускать и делать все с ним на ноутбуке, просто потому что хром очень большой и очень тяжело его соберать. Это он делал на рабочей машине. И я могу более-менее хорошо сконцентрироваться в автобусе за счет наушников, нарушенном подавлении, за счет того, что есть достаточно просторно, можно просторно сесть в автобусе, попрограммировать, почитать почту, потратить на это никак не 40 минут. Час, полтора часа. В худший момент бывали случаи, когда два часа в одной стороне. Но я не чувствую это время потерянным за счет того, что я делаю работу. Я приезжаю на работу, так получается, я достаточно быстро завтракаю. В гугле есть завтраки, обеды и ужины. Это очень приятно. А ты так рано приезжаешь, прости, что перебиваю. Да. Именно из-за завтрака, потому что они до 10 утра. Я, так как я выезжаю в 6.30, на работе я в 7.30, и завтрака еще нет. Он до 10 утра, да, но начинается он с 8, по-моему, может с 7.30. Но так случилось, сложилось, что я сейчас завтракаю хлопьями, что, наверное, не очень здорово, но они тоже на микрокитчине, очень близко. И после этого я могу потратить некоторое время, часа 2-3, когда еще никого нет на работе, и попрограммировать, и кайфовать от программирования, потому что вокруг никто не обсуждает ничего интересного, как это обычно случается, что коллеги обсуждают что-то интересное, надо пойти с ними пообсуждать. Вот. И просто попрограммировать. До обеда я программирую. На обед мы обычно ходим командой, где-нибудь обедаем. У нас есть даже некоторые в духе, так как очень много разных кафе, у нас есть своеобразное расписание, куда мы ходим, что мы едим в разные дни. Она достаточно гибкая, но она все же есть. И после обеда я, снова программирую, очень много программирую. Иногда пытаюсь помочь своим коллегам, иногда пытаюсь найти помощь у своих коллег с какими-то вопросами. И после этого я до 6.30 обычно на работе, то есть я в 7.30 выехал, о, в 6.30 утра я выехал, до 6.30 я все еще на работе, то есть 12 часов прошла. После этого я сажусь в автобус, и вот вечером можно доехать за час. И в 7.30 я дома. И в автобусе я снова работаю. Я действительно впервые, вот честно тебе скажу, встречаю здесь, в долине, человека, который так много работает, и при этом работает не в стартапе. В крупных компаниях не работает по 12 часов, вот как показывает мои интервью, мои знакомства. Это твое личное желание вот столько работать, твой интерес, или у вас такая вот стрессовая команда? У нас очень нестрессовая команда. Если вы хотите найти работу в Гугле, которая будет наименее стрессовая, наверное, Chrome — это одно из лучших мест, просто потому что у вас практически нет дедлайнов, а в дефтулах обычно. Но если что-то не готово, то мы предпочтем перенести это на следующий релиз, который случится буквально там через месяц, чем выпустить его в сыром виде, либо, не дай бог, программировать по ночам, чтобы успеть вовремя. Это мой осознанный выбор. Мне нравится то, что я делаю, и настолько нравится, что я готов много работать. При этом важно отметить, что я трачу время на обед, я трачу время на всякие развлечения на кампусе. Например, у нас есть модная тема в духе интервальных тренировок, на которые я начал ходить в этом году. То есть это где-то полтора часа, два раза в неделю у меня на это уходит, а все остальное время я работаю. И действительно, наверное, в нашей команде никто никого не заставляет работать. И даже более-менее, если работа сделана, если все вроде что-то происходит, то никто никогда не будет считать ваши часы, сколько вы были на работе, что вы делали на работе. Такого, безусловно, нет. Потому что я обычно слышу такие истории, что если человек ездит на вот этих шаттлах, то он работает уже там. И в офисе он находится, ну, грубо говоря, может быть, 4 часа. И обратно. Потому что, ну, во время поездки он тоже работает. Я знаю отличные истории человека, который здесь в долине, недалеко есть город Санта-Крус, который на берегу океана находится. И до него, наверное, где-то часа 3 гугла в автобус едет. И я знаю историю человека, который вот садится в этот автобус, 3 часа едет до работы, ест вкусный бесплатный обед, ходит на какое-то там совещание с коллегами и едет обратно 3 часа домой. Ты 4 года работаешь фактически в гугле, да, или больше уже? Я думаю, 4,5 экспоитажа. Да, но все равно это достаточно много. И часто люди устают от... Тем более ты работаешь над ним и тем же проектом. Вот у тебя нету такого выгорания? Не было ли когда-нибудь? Не хотелось ли тебе поменять работу? У меня, безусловно, бывали эпизоды, когда мне все надоело. И в последний раз был очень интересный эпизод. Он заключался в двух направлениях. В какой-то момент мне хотелось все бросить и пойти учить биологию. Почему биологию? Я не знаю. Кажется, что самое интересное, что происходит в мире, оно на стыке разных дисциплин. И мне кажется, совместить мой опыт в инжиниринге и в инженерном деле с биологией, что туда выгорит. И может что-нибудь получится сделать полезное. С мозгом явно что-то, да? Возможно, да. Хочется найти некоторые решения некоторых существующих проблем. Именно с мозгом в данном случае я имею в виду, можно найти лекарства для некоторых, не знаю, болезней Альцгеймера либо что-то такое. И было бы интересно. Я всерьез смотрел разные вузы и подумал туда пойти. Но тут главная проблема, что вряд ли Google захочет оплачивать мою учебу на биолога. Это будет очень сложно обосновать, почему это нужна компания. Потому что Google, в принципе, оплачивает вашу учебу, если вы захотите учиться. И там, если вы, заместя с чем-то совсем непрофильным, Google оплатит 33%, по-моему, а если профильный, то 66%. Google не оплачивает целиком, чтобы у вас все еще была мотивация учиться. И это что-то более психологическое. Но все же. Вот. Но с биологией я нашел на YouTube, кстати, очень классное видео. Серия видео, где человек очень подробно описывает вот эту очень базовую биологию, очень классно. Я очень заинтересовался. Я не знаю, почему я не ушел. Но в тот же самый момент до долины, наверное, не докатился. В этом плане долина очень классное место, что здесь все это появляется в самом начале. Хайп с криптовалютами. Извините, пожалуйста, может, это неприлично, об этом сейчас говорить, но все же. В долине прямо рос и цвел. В том плане, что все вокруг говорили о биткоинах. Это был ноябрь, декабрь, когда цена росла и стремилась куда-то к небесам. И было очень интересное время. И, конечно же, все вокруг купили немножко биткоинов, потому что нельзя было не купить. И ты не исключение. Я тоже не исключение. В нашей команде два человека не купили биткоины. По какому-то удивительному сечению обстоятельств, может, три. Ну, у двух, по крайней мере, у них просто экономическое образование. И почему-то они решили покупать биткоин, даже не знаю. Вот. И я как-то купил что-то, вспомнил о такой вещи, как трейдинг. Вспомнил кучу историй, которые я слышал о людях, которые работают трейдерами и потом уходят в программирование. И решил сходить в обратную сторону. Перечитал кучу книжек про трейдинг в свободно отработанное время. И буквально торговал криптовалютами. И достаточно успешно. Очень нервная работа по сравнению с программированием. Трейдинг – это ад. Кромешный ад. Я не знаю, как там люди работают. Я им восхищаюсь, потому что тот уровень стресса, который я тогда испытал, я не могу представить, что даже случится в программировании, в том, что я делаю, чтобы я испытал подобный уровень стресса. Я думаю, если Google Комп перестанет открываться, там все равно будет уровень стресса ниже. Ну, что-то полезное ты вынес из этого опыта? Или финансовое полезное? Никогда не торгуете криптовалютами. Вынес я... У меня на удивление получилось заработать. Даже... Кстати, все это началось с того, что у нас уже был коллега в команде. Он перешел сейчас в другой проект. Был. Он когда-то давно купил биткоинов. И в какой-то момент он сказал, что всем вместе надо купить вот эту альтернативную валюту. Тогда это была IOTA, по-моему, неважно. Очередной какой-то непонятный фейк. Вот она вырастет. И вот тогда я ее купил, и она выросла в 4 раза. И было забавно. И потом я торговал, торговал, и в какое-то пиковое значение что-то, мне кажется, в 10 раз я увеличил. Потом немножко откатился и продавал у себя биткоины по 16 тысяч. Что, мне кажется, сейчас дислайк, отписка, не знаю, что там. Без такое говорить в мире. Нет, а за сколько ты их купил, вот эти валюты? Покупал я их по 7 тысяч, мне кажется. Ну, то есть... А продавал по 16. Но я при этом еще из-за того, что я много ими торговал и получил достаточно успешно торговать. Потому что я прочитал очень много книжек. Но главный вывод в том, что, безусловно, нельзя... Самый главный вывод о трейдинге здесь, что вам надо забыть о ваших эмоциях, то, о чем все всегда говорят, что вот вы должны быть буквально машиной-роботом, который делает какие-то действия. Как только он начинает делать что-то эмоционально, если у вас нет какой-то стратегии заранее, то вы гарантированно прогорите. Лучше даже не пробовать. У нас уже некоторая стратегия. Нужно строго исследовать и, возможно, иногда корректировать, когда вы видите, что все идет плохо. Но корректировать не в духе того, что вот сейчас я сделаю что-то иначе, а выбросить вашу текущую стратегию и придумать принципиально новую. Вот. Это что-то я вынес. И главное, я вынес, что я никогда не хочу этим заниматься. С учетом того, что сейчас мы сидим в кампусе Гугла и ты здесь, собственно, работаешь, ты не перешел в трейдинг, как ты сказал, ты решил, что этим не будешь заниматься и в биологию не ушел. Какие у тебя планы на дальнейшую карьеру? Планы на дальнейшую карьеру? Мне в каком-то смысле относительно, давай скажем, повезло. В тот момент, когда мы переезжали сюда, половина команды решила, что они хотят сюда ехать и поехать в другое место, что вполне резонно может быть. И в результате этого потом мы приехали сюда и еще один инженер, который занимался смежностью моей областью, решил попробовать что-то новое, потому что он очень давно уже этим занимался. И интересным образом так получилось, что в моих руках, в моей зоне ответственности оказалась вся JavaScript-отладка в Chrome DevTools. И это та область, которая действительно, мне кажется, нужна многим людям. Им нравится то, что мы делаем. и за счет того, что у меня оказалась большая зона ответственности в большой проект, у меня получилось, я вот был стажером, был стажером в следующем уровне, потом был инженером третьего уровня, потом инженером четвертого уровня, и сейчас я сеньор, софт-инженер с недавнего времени. Поздравляем. Спасибо. Вот. Это был очень стрессовый промоушен. Давай об этом поговорим. Да, отдельно можно поговорить. Да. И, соответственно, и все еще есть, в отладке JavaScript-отладке, все еще есть места, которые можно лучше сделать, лучше, и чисто теоретически возможно получить запромоушен задальше. Это уже сложнее, это непонятнее, но есть такая вероятность. И почему-то я очень ориентирован на карьеру, поэтому меня это привлекает, и поэтому мне хочется продолжать это делать. И с другой точки зрения, мир вокруг меняется, и когда я пишу отладчик JavaScript-а, JavaScript, который мы отлаживаем, меняется. и в нем появляется что-то новое, веселое и интересное, я не знаю, веб-ассембле, новый JavaScript, что-то новое, что-то, что требует больше работы, там Node.js получает больше популярности, требует каких-то инструментов от нас. И все еще есть огромная область, которая, в которой можно делать что-то интересное и классное. И я думаю, продолжать это делать на данный момент. Ну, это значит, что ты будешь развиваться именно в программировании, расти как программист. Ни в менеджеры, ни в стартапы, никуда. Слушай, я, возможно, хочу пойти в стартап, но я не знаю, как найти стартап своей мечты. Но все мы знаем, что люди, уходящие в стартап, имеют некоторую вероятность того, что они вытянут этот лотерейный билет либо не вытянут этот лотерейный билет. А что значит стартап твоей мечты? Стартап моей мечты это, в который я приду, потом разбогатею, мы сделаем что-то, что изменит этот мир. Ну, в общем, стартап моей мечты это Google 18 лет назад. Но где я его дойду и кого мне надо для этого узнать. Поэтому для меня, кажется, стартап это очень рискованно. Безусловно, интересно попробовать этот опыт, возможно, и сделать что-то классное. Но для этого, мне кажется, для этого я соберусь и выучусь на биологию. И тогда точно все, что я бы не делал, мне будет казаться классным и интересным. Просто потому, что это больше всего новое и незнакомое. Вот. Но пока что я планирую оставаться здесь. В Гугле возможно поменять проект внутри Гугла, но не сейчас. А промоушен, расскажи, как проходит он в Гугле. Вот ты говоришь, недавно прошел. Промоушен. Промоушен, компания Гугл, это боль. Я на самом деле проходил через каждую ступень, с третьей на четвертую, с четвертого на пятый уровня, пятый – это с университет в университете. И это проходит более-менее одинаково. Вам необходимо взять и написать о себе. Что вам надо написать о себе? Вы выделяете некоторый список проектов, которые вы делали. Это обычно от трех до пяти. Три – это минимум, пять – это более-менее максимум, потому что пятый проект уже почти никто не читает потом в комитете. Вы пишете о себе, и вам надо, как правило, показать три вещи, которые важны для каждого проекта. Это то, что ваш проект важен для кого-то, кроме вас. То есть у вас есть какой-то импакт. Вы не знаете, вы приносите Google прибыль, вы улучшаете жизнь пользователей, вы делаете что-то еще, что можно... Как правило, это должно быть что-то, что можно померить. Вам нужно показать сложность, то, что вы делаете, это нечто сложное, а не два плюс два равно четыре. Это тоже иногда бывает... Это сложно описывать сложность, потому что надо описать так, чтобы было понятно, что это сложно. очень много самого сложность. Еще что... А третье, это вам нужно показать лидершип, что то, что вы делаете, вы не просто только делаете, но вы еще, не знаю, помогаете другим людям работать в этой области, ведете там часть компании за собой, ведете индустрию за собой. И вот это вот, кого-то другого, часть компании и индустрии, это зависит от уровней. Третье на четвертое, вам надо показать, чтобы было сложно, чтобы был хоть какой-то импакт. Лидершип не так важен, потому что вы еще делаете какие-то маленькие проекты, которым лидершипа мало. Четвертое на пятое лидершип уже достаточно важен, и вам надо показать, что ваш проект, вы как минимум являетесь человеком, к которому другие люди приходят за советом в этой области. Вы там, не знаю, вы пишете JavaScript-отланчик, другие люди приходят и спрашивают, как им что-то написать в этой области, либо как им пользоваться, возможно, что-то в духе этого. Вот. И вы все это пишете, у вас есть лимит слов, которые надо написать, у вас есть лимит знания языка, потому что вы не нативный спикер, в моем случае, и вам необходимо это написать сжато, понятно, на грамотном английском, и чтобы потом люди, которые будут читать, это отдельный комитет собирается, они должны это прочитать, и вас запромосят, либо нет. Помимо этих людей, ваш пакет еще прочитают ваши так называемые пиры, те люди, с которыми вы работали, и они на совету еще напишут, что да, этот чувак классный, вот у меня есть факт, который подтверждает, что он классный, то, что он написал, упомяннейшая правда, ну, либо неправда, если вы пишете что-то неправдивое, что не рекомендую делать, но все же. И вам необходимо найти пиров не просто своего уровня, а пиров, в идеале, пиры должны быть на два уровня выше вашего, то есть, если вы на третьем, на четвертый, вам нужно, чтобы кто-то пятого уровня написал в вашей работе, четвертый на пятый, соответственно, шестого, седьмого уровня, чтобы кто-то написал в вашей работе. Чем дальше, тем сложнее найти этих людей, просто потому что их меньше. Вот. И для этих людей тоже важно, чтобы то, что вы написали о себе, им было понятно, что там вообще происходило, чтобы они могли что-то написать. Потому что обычно не существует такого, что вы, вот как в России, я помню, это бывало, вы вначале пишете какую-то работу, научную, например, а потом вашим ресторсиентам отправляете то, что они должны ваши отзывы о вас написать. Нет, вы не пишете отзывы за других людей, вы должны написать что-то в вашем документе, по которому другие люди напишут о вас что-то, подтвердят и напишут что-то хорошее. И вы все это пишете, потом это отправляет специальный комитет, он пишет, читает ваш документ, читает отзывы ваших коллег и, возможно, промоутит вас, либо нет. И вы ждете решения месяц, по-моему, либо что-то такое. Это очень стрессовое состояние, потому что вначале вы тратите месяц, чтобы это все написать, потом месяц, чтобы получить результат. Этот процесс построен таким образом, чтобы не, как в традиционной схеме, ваш менеджер решает, когда вы запромосят, а чтобы как бы это было непредвзятое решение, основанное исключительно на вашей работе. Ну, наверняка, одна из хороших сторон, когда ты получаешь промоушен, это повышение зарплаты, но у меня вопрос, конечно же, не пугайся, я вижу, что ты испугался, что я сейчас буду пытаться у тебя конкретные цифры. Конечно же, я знаю, что у вас есть индейный этот счет, это коммерческая тайна, но наверняка ты можешь рассказать, сколько в процентах у тебя остается после всех трат ежемесячных от твоей зарплаты. Ну, плюс-минус, там, не знаю, 50%, 20%, вот так. Это очень опасный вопрос, на основе нескольких таких вопросов можно посчитать итоговое исходное число. А это единственный вопрос, который будет. Честно, если сказать, то у меня начало, я начал что-то откладывать совсем недавно. Долгое время я выходил в ноль. Ну, ты, у тебя есть семья, там, да, мы с Аттенем живем вдвоем, у меня есть семья, и у меня остается, у меня не оставалось фактически ничего, совсем чуть-чуть, и во многом это потому, я не знаю, у меня есть автомобиль, у него очень дорогая страховка, у меня достаточно не самая дешевая аренда здесь, и если бы у меня была цель, чтобы я хотел бы именно копить, у меня была такая цель, то можно было сделать так, чтобы что-то оставалось. Длительное время ничего не оставалось, сейчас начало что-то оставаться, и я это бы себе наоткладываю, но я так, цифры у меня нет. У меня есть документ, гугл-табличка со всей бухгалтерии, но там нет такого числа, где написано какого процента, поэтому я не знаю. Ну, в любом случае, это хороший ответ. Да. И давай напоследок, тогда вот ребятам, которые хотели бы работать в гугл, ты дашь какие-нибудь советы. Что делать? Может быть, это могут быть какие-то житейские советы, это могут быть какие-то технические советы? Я могу посмотреть на своих друзей, которые, главный у меня совет, наверное, у меня есть технический совет и нетехнический. Главное, нетехнический совет. Не бойтесь попробовать, потому что в худшем случае вы просто не пройдет собеседование, сможете попробовать еще раз через полгода. На вас никто не поставит крест, на вашей карьере никто не поставит крест, и вообще никак это не отразится. Поэтому самое важное не бояться и пробовать. Пишите там, заходите на список вакансий, выбирайте то, что вам нравится, отправляйте туда резюме и пробуйте обязательно, иначе ничего не изменится. С техническими моментами это, возможно, вам стоит порешать некоторые задачки, такие базы абсолютно, не знаю, заходите на коды форс, на топ-кодеры, на что-то такое, решайте там, безумно вам не нужно решать все задачи, там последние, на коды форс, как я помню, там обычно пять задач, либо шесть, и они посложно все сортированы. Вот первые три вы можете решать, четвертая, пятая, шестая, в гугле вас никто никогда не будет спрашивать, потому что они вот именно для олимпиадных программистов. Решайте первые три задачи, решайте их 400 штук, пишите при этом решение на листочке часть из этих задач, потому что это важный навык программировать без подсветки, синтексиса, без автодополнения и все прочее, а писать на листочке, либо если у вас есть доска, пишите на доске, это вам поможет. И при этом интересуйтесь новыми технологиями, старайтесь их изучать, старайтесь, важно, когда вы изучаете какую-то новую технологию, старайтесь найти какую-нибудь старую технологию, похожую, которую вы знали. И для того, чтобы лучше понять новую, искать, чем они отличаются. Что ты изучаешь? Что я изучаю? Поймало меня. Ну ладно. Может, ты ничего не изучаешь? Я не знаю, вот у меня было увлечение биологией, я много читал по биологии, я увлекался трейдингом, а в технологиях, ну сейчас мне просто по работе приходится понять и осознать веб-ассембле, и более-менее приходится понимать и основать, как работать в виртуальной машине, потому что, что я изучаю в виртуальной машине, но это, скорее всего, не что-то, что я изучаю специально, это то, что мне просто по работе нужно, и я учу. Вот. Это я просто могу вернуться к образованию в Академическом университете на секунду, оно было классное, потому что нас учили вот функциональным программированием, обычным программированием, базам данных одного типа, другого типа, Java, C++, объектно-ориентированного программирования, еще какого-то. И за счет того, что вот все это одновременно в нашу голову попадало, мы могли находить различия между этими технологиями и значительно лучше их понимать и осознавать. И когда перед нами в Гугле, как обычно получается, у вас нет такого, что, не знаю, вы пишете тесты, либо реализуете фичи, либо делаете что-то одно, вы делаете все, вы человек-проход. И очень важно, что вам дают задачу, и у вас даже хватает кругозора, чтобы вы понимали, как эту задачу эффективнее все решить. Поэтому вам необходимо специально интересоваться новыми технологиями. Вот. Пишите код, решается интересная задача, и все получится. Потому что другая часть собеседования, это собеседование на, так сказать, на то, как вы мыслите, я не знаю, как это натренировать. Потому что там задача в духе того, что, а что происходит, когда вы Enter нажимаете в Chrome, когда адрес выбили, либо напрограммируете, как бы вы программировали ваш Instagram. И это задача, которой, к ним нельзя подготовиться, надо просто быть готовым к тому, что вас спостят. Вот. И самый последний вопрос. Если бы сейчас снова открылся офис в Санкт-Петербурге, ты бы вернулся? Да. Да? Иногда очень хочется, и я был бы рад. Но в Санкт-Петербурге как минимум открыл бы для меня возможность работать в Санкт-Петербурге какую-то часть года. Например, в прекрасное петербургское лето, когда там солнечно. Да. Спасибо тебе за интервью, за твою историю, за то, что ты поделился с нами этой информацией. и спасибо, что вы досмотрели это видео. Не забывайте поставить нам с Алексеем лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. На этом все. Всем пока. Встречаемся в следующих выпусках. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok